Так, всем привет! С вами Юнот и Юху тоже и так далее. Короче, ну вы знаете все это. В общем, мы продолжаем пилар софтерн. В прошлый раз мы впилились в шахты Сталварта. И тут мы узнали, что некий чувак по какой-то причине убил всех своих друзей со шахтеров. А по какой причине, мы не знаем, поскольку он сказал, что он не при делах, он никого не трогал. И так далее. И мы должны будем выяснить, что происходит. Шахтеры, шахтеры, шахтеры. Давайте же узнаем, что происходит. Полтора часа, просто так себе не страдал. Вообще. Даже не полтора, а два. Вы понимаете? Просто так два часа. Потому что вот эта вот игра не может нормально запуститься, если стоит какая-то обработка, вы понимаете? В общем, просто обработка даже не связанная с игрой. Вообще никак. А ну, смотри. Да ладно. Фига, если вас... Аху. Да ладно, теперь, чем я здесь, виснет, понимаешь? Ммм. Я не понимаю, почему именно виснет, вот эта игра, где расчетов вообще никаких нету. Да. Как-то меня это немного напрягает. Ну че, сейчас она может прородиться нормально. Так. И че, вообще теперь выгранирует. Ну, в общем, суть такая, мне надо скрепить файлы. Как я говорил, из-за проблемы с Windows 7. Ну, или обновить на Windows 10, что пока, к сожалению, я не хочу, потому что Windows 10 на текущий момент мне не нравится. И вот, запускаю обычную программу, которая должна просто взять два файлика и склеить их в один. И че, вы думаете? А ничего не произвлекает. Он клеит их годами, елопал. Хотя не должен. Должен взять две секунды и готово. Ну, или распределять ресурсы. Потому что если он клеит, эта игра нифига не запускается. Ни эта игра, ни Steam. И, как вы видите, вот че происходит. Он тупо даже ее обработать не может. Он начинает работать и начинает умирать. Че ты там сказал? Эмм, почему ты закрыл кристалл? За что ты нас так наказываешь? Ну-ка, скажешь что-нибудь? Нет. Шахтеров, бредящий шахтеров и так далее. Давайте, ребят, за дело, давайте, постараемся. Что-то нужно? Мы тут расчистить завал пытаемся. Он подозрительно смотрит на вас. А что ты вообще тут делаешь? Я слышал, что ты обнаружил Гемеля. У меня есть какие-то вопросы. Рад, что кто-то наконец заинтересовался тебя тем, что здесь происходит. Спрашивай, конечно. Один из твоих работников странно тебя ведет. Заметил, да? Думаю, это как-то связано с Тиарой. Когда они пошли забрать партию из восточных шахт, и все вернулись немного не в себе. Видел, как некоторые ходят по кругу. Говорят сами с собой. Он пожимает плечами. Но все происходило, когда они выходили из шахт. Где ты нашел Гемеля? Гемеля. Нашел его на востоке. Он склонился на тело мертвого Астамета. Ты ведь видел, в каком он был в состоянии? Я подумал, что он одичал или что-то такое. Перекачать голову. Похоже, в восточных шахтах много всяких неприятностей происходит. Да-да-да. Знаешь, что я думаю? Это газ, который идет из-под земли вместе с серой. У тех, кто его вдыхает, становится с головой не все в порядке. Знал одного мужчину, он как-то надышался им. Вдруг ни с того ни с сего сбросил всю одежду и побежал своим по туннелю. К счастью, никто не пострадал, не считая наших глаз. Кто из твоей бригады пропал? Ни одного, наверное. Мне просто повезло. Ну ладно. А чем ты занимался силан? Сейчас она для меня ищет место для прокладки новых туннелей. А в общем, она обычно контролирует конструкцию. Ну ладно. Еще ничего здесь нет. Шепот в темноте. Понимаете, пилар спровисает. Понимаете, до какой степени неоптимизирован процесс той проги, которую я клею просто. Просто беру и клею. И... Раньше я просто обрабатывал, а потом клеил. Чтоб сэкономить нагрузку. Ох, нифига себе. Фига себе, чё вы тут в эти. А вам ничего не мешает, ребята? Да не, вам тут явно что-то мешает. Да, впадай в ярость. Новый расчет и игра зависла. Король зависонов, короче, начинается. Да, я так понимаю. Чё у тебя есть? Малые стрелы. Лечи всех. А теперь давай ватэто. Да забейте вы его. Лечись. Так, это плохо. На, не докинет, да? Чёрт, чё ж делать-то? Чё они такие меткие? На, да, да, да. Защита рана. А ничего не делаешь, просто пробиваемся дальше. Прям мощно они подошли к процессу. Чёрт, 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 чёрт. Как же мне восстановить тебя? Что это? Урон, так ладно, это чё? Привести в чувство выносливость. Выносливость оживляет, приводит чувство. Нет, не то. Мне нужно, что восстановит ему выносливость. Нет. Нет. А давай просто лечение. Нормально, вперёд, дальше. Так, ты, давай, жахни сюда, уже красивенько чё-нибудь. Апопей, бутылёк. Давай, давай, на. Конечно, побили знатно. Всё, можно не парить. А прям хорошая засада была, слушайте. Для всех расстояния и то намного меньше, чем. Ксоури, тролли. А, троллевод. Фух. Это прям выдалось немножко напряжненько. Учитывая все проблемы, которые у нас возникли. Точнее, у меня. Светок молитв против заключения. Нет, нафиг надо. Вообще, надо все-таки бафщи лишние повыкидывать. А то у нас выходит, что слишком много заклинаний, а мы с этим сделать ничего не можем. И что, я нажал инвентарь и ты завис? Ой, молодец, какая хорошая игра, смотрите. Она зависла при открытии инвентаря. И всё из-за того, из-за той махонькой фигни, которая у меня работает. Давай. Продержись, сейчас я тут всё сделаю. Не будет долгой серии, чтобы никому мозг не ломать. Он даже инвентарь, вы понимаете, даже инвентарь загрузить не может. Он же не может так тупить. Ох ты же, господи, боже мой. Не надо хотя бы на полчаса серию вытянуть. Тихо. Так, отклонение. Нормально. Так, что это даёт? Что-то это даёт дудочка мне. У меня как раз освободились две ячейки. Ловушек дофига. И чё мне с ними делать, когда такая армия на меня нападает? Так, хромотение, восприимчивость. Выгинь. Паралич нужен. Скрытость. Плюс 3. Выкинь. Не нужно. Знание. Не нужно. Точность. Плюс 15. Ну, возможно, как баф пойдёт. Длительность. Длительность времени воздействия. Минус 21. Пойдёт. Огненно. Ага, хорошая вещь. Берём. Такая слабенькая уже. Я спринимчивость. Нет, я не буду всё это пихать. Возможно. Привести в чувство. Возможно. Всё остальное нужно. Так. Что мы имеем дальше? Неужели всё мы время потратим здесь на именно вот эту маленькую шахту? Потому что если загрузка будет такой же долгой, как и первой обработки, я ещё пытался загрузить. Думаю, ладно, подожду. Чё б нет-то? А чё б нет-то? И вышло-то вот как. Что теперь капец всё работает. Очень. Тормознуто. Так сказать. Оказалось бы. Мощный комп. Мощное всё. На, никому это нафиг не нужен. Так, мы нашли одного жмурика. Записка. Записка с шахтёра. На куске пергамента нацарапаны почти неразличимые заметки. Туннели, помните о лампе. Туннели, помните о лампе держать руку на правой стене во всё время. Остерегайтесь пауков. Руку на правой стене всё время. Остерегайтесь пауков. Что это значит? Помните о лампе и держаться всё время в правой стороне. Понятно. Пауки, бей их. Ай, да ладно. Даже не серьёзно. Я даже не почувствовал. Забивай их. А вот это я могу почувствовать. Ярость. Какой ты молодец. Подтянул к нам крестоеда. Почему он только пять может набить? Почему он больше не может набить? Там девять, двенадцать, пятнадцать. Два раза на кастовать. Почему я должен за этим всё сам следить? Так, где паучара самый главный? Чё-то мне-то не очень нравится. Эти големчики и прочё фигня. Пойдём поговорим. Так, эй ты, подожди минуту, он поворачивается к ближайшим конструкторам. Стоять! Конструкторы мгновенно становятся, опустив руки вдоль боков. Ну вот. Итак, чем могу быть полезен? Я расследующее изновение шахтёров для Изми. Можешь ответить на несколько вопросов? Наверное, только не знаю, насколько смогу помочь. Гаммеля нашёл Терик. Думаешь, в убийстве виноват Гаммель? Очень на то похоже, учитывая, что у него между зубов застряли куски саммита. Он криво улыбается. Ты замечал, как кто-нибудь из шахтёров вёл себя странно? Работать в шахте было тяжело и в лучшее время, поэтому мне нравится использовать конструктор. Думаю, обычные работники просто со временем не выдерживают этих туннелей. Никогда бы не подумал, что Гаммель так сорвётся. Но да, иногда ребята начинают вести себя немного странно. Например, как... Как это... Кто это был? В улице. Ммм... Знаешь, в последнее время память меня подводит. Я уже начинаю думать, что в теории Этерика про утечку газа что-то есть. Ты управляешь этими конструкторами? Верно, очень даже неплохие работники, учитывая, что они не едят, не спят, а ещё не убивают своих напарников. Он ухмыляется. По крайней мере, реже, чем обычные шахтёры. Ну, давай, до свидания. Заходи, если у тебя будет ещё. Его поза меняется с резким судорожным рывком. Он наклоняется вперёд, а руки безвольно свисают вниз. Братья и сёстры! Теренат здесь! Она поворачивается к вам голой, но её взгляд пуст. Проследить за её взглядом. Вы быстро оглядываетесь, но не замечаете ничего примечательного. А ваши спутники выглядят в равной мере озадаченными. Как вы поворачиваетесь обратно, женщина оказывается уже гораздо ближе к вам. Мы искали тебя. Мы знаем, что ты сделал. Она начинает идти вперёд, медленно и неуклюже переводя ногами. Такое впечатление, что она в любой момент может обрушиться под собственным весом. Подойти. Вы осторожно подходите на несколько шагов вперёд и оказываете расстояние вытянут руки. Уведите его. Закройте и держите под стражей, пока мы не получим то, что нам нужно. Конструкция за его спиной поворачивается, как единое целое, подняв на изготовку свои когтисты лапы. Оглушить Силана ударом. Ваш кулак поднимает Силана, попадает вашему Силану ровно в голову. Его тело облегчает. Она безвольно грудой валится на пол. А, это она была, а я читал мужика. Ну вот, конструкция бросается на вас. Ну, хоть перебили последую. Конечно, могли убить её. Опасные гады, да, я так понимаю? Давай, вызывай. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это жесть. Каждый расчёт ему даётся с трудом. Я не знаю, как они так расчептали, что прям проседает всё. Ну, или как проседает вообще всё. Из-за тех программ, но ладно. Каждое новое доклинание это расчёт, лишний расчёт. Неужели они хранят это как-то? Даже не знаю. Силан, тебе повезло, что тебя не бил. Так, вот этот туннель. Ладно, мы сюда ещё вернёмся. Потому что я понял, что мне в него куда-то лезть надо. А куда и как, это я уже не помню. Ещё инжигурик валяется. Забираем у него всё. Я медленно у него всё забираю. Тебе, похоже, кажется, что эти шахтёры немного того. Придо шахтёр, придо шахтёр. Договор о продаже. В этом документе описана покупка некой силан нескольких конструкторов для использования в серых шахтах. Упоминается и имя продавца. Гельвина. Гельвина. Это тот старикашка всё делает. У него конструкторы вроде адекватные были. Сам Гельвина не очень, а вот конструкторы... В принципе, пойдёт. О, ещё паучки. Надо их забить. А без разницы. Небольшой урон нам даже полезен. Ну ладно, пошлите сюда, полезем в эту шахту. В эту дырку в стене. Хоть узнаем, куда она нас приведёт. К победе или к проигрышу. К разочарованию или успеху. Даст ли нам она то, чего ждём мы от неё? Или нет? Пошли вперёд. Так, этот тёмный ход тянется глубоко в стены шахт. В отличие от туннелей шахтёров, его стены почти гладкие. С краплениями влажно-эспресной земли. Через несколько шагов после входа туннель значительно расширяется. Вы находитесь на перекрёстие, где туннель расходится в три направления. Два туннеля ведут налево и направо, а третий простирается вперёд. Вы можете различать, что из туннеля справа идёт слабый свет. Но равномерный поток... А, справа идёт слабый, но равномерный поток воздуха. Пойти влево, пойти направо. Пойти уже известно, почему ходят его. Идти направо. Скажите, что идти направо. Вы приходите к развилке туннеля. Здесь раздуваются пути, сворачиваются налево и направо. Пойти направо? У меня же есть лампа. Ступив вперёд, вы покрылись в темноту. Вы можете нащупать стены слева и справа рукой, но не видите, что находится перед вами. Вы слышите едва различимые шуршания чуть дальше по туннелю справа и монотонную дробь щечинистых лап, стучащих по полу пещеры. Ваше лицо обдувает слабый поток ветра, исходящий из туннеля впереди. Зажечь факел. Ага. Вы поднимаете перед собой факел туннеля и впереди прямая часть, считая пути, ведут направо, налево, вперёд. Направо. Он сказал, всегда идти направо. Ага. Примерно сильный путь из темноты туннеля внезапно вскакивает паки, обрушивая на вас кинжалоподобные жвалы. Длинные клыки вас не задевают, но в последующем отчаянном броске паук чуть не выдёргивает у вас из руки сустав. Потерпев неудачу, он ковыряет прочь по туннелю в поисках более лёгкой добычи. Пройдение некоторых туннеля, вы упираетесь в тупик. Примерно. Назад. Ага. Вы поднимаетесь с собой, путь ведёт направо, налево, прямо. Ну-ка, направо, то есть мы опять в тупик, да, перейдём? Нет. Туннель здесь пути сворачивается направо. Направо. Вы натыкаетесь на скелета, прислонённого к маленькому суку, с другой обычной старой одежде, раньше он мог быть шахтёром. Забрать сокровище. Интересно, что там выпало у него? Выбор грифини, добавим рюкзавы, начинаете набивать свой рюкзак монетами и другими драгоценностями. Повернуть назад. Будем идти всё время направо. Ага. Просто я не знаю, рассчитывать это или нет. Ну, рано или поздно, мы перейдём к началу. Вы энергично продвигаетесь по длинному пустому отрезку туннеля. Вы приходите к развилке туннеля. Конечно, направо. О, свет. Вы видите свет выйдя из ныне, и вы оказываете в другом месте, в другую систему пещеры. Пол покрыт толстым слоем паутины. И пошла загрузка. Теоретически можно на этом забить. Как вам сказать? Потому что пока идёт обработка файлов, я дальше здесь не пройду, как бы я не хотел. Ну, как забить? Для вас ничего не будет, для меня пройдёт очень много времени. Надежд, сил и прочее. Ну, сейчас посмотрим, если в течение минуты он не подгрузит, тогда я забиваю. На прохождение. У меня есть сохранение перед входом. Я его начну, протыкаю для этого же входа. И загружу в следующий раз. Но для вас вы тоже ничего не заметите, потому что это будет очень быстро. И, в принципе, вообще плевать, наверное, сейчас. На данный момент, что здесь происходит. Так что, жду минуту. Хотя, остановлю запись и подожду минуту. В общем, я всё отключил. И будем пытаться потом закидать. А просто ещё оптимальный способ, как загружать. И прочее. И, походу, он не может, если... Дофига всего. У нас должен был быть кто-то ещё. Так что, я хотел сказать. А, походу, он не может прям обрабатывать, если... Короче, не тянет. Компас, обработка одновременной игр. Таких... Ну, и таких сложных игр. Блин, умерли все. Не успел спасти. Так что, походу, не знаю, насколько всё пойдёт быстрее или нет. Ух ты. Перчаточка. А, да, это мы со скелета же подняли. Но я буду стараться. Одиночка. Противник требуется окружать плюс один. Бонус от диапазона... Ага. У меня чё-то с перчатками. Не-е-е, у меня лучше. У меня же у всех есть перчатки. Да, у всех. Ну ладно, пусть пока поваляется. И вот, и я решил пока отключить, поскольку... Раз комп не справляется, чё делать? Не перегружать живо. Грибочки. Офига себе. Офига себе. Забивай его, забивай, забивай. Надо сразу не делать мозг, начать записывать, там потом обработать за вечер. И с утра уже продолжать всё остальное. Попробую сейчас наснимать, наверное, раз, два, три, три, четыре игры, киры. И зато попробую все закинуть на... Ну, в смысле, за вечер обработать, в смысле, склеить. А с утра закинуть на хар. И уже потом на работе их перевести в формат инстуба и закинуть дальше. Хотя на работе слабый ноут. Ну, сколько успеется закинуть, столько сделаю. Буду по частям проверять. Забивай эту мелкую фигню. Сейчас этот уровень зачищу и на этом закончим. Мы же должны выяснить причину шахтёров. Пошли наверх. Такс. Вырежем всех. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Чё это такое? Не помню. Ага. Вперёд! Там, я руку-то вывихнули всё-таки. Кто стоит безденечить? Надо призраковать их фигачить. И буду дальше фигачить. Стрелы, которые прыгают, где? Остальные-то мелочи. Главное вот этих убрать. Почему я хотел сначала обработать всё? Потому что дофига уже игр накопилось, которые надо залить. А некогда было, некогда. А теперь будет когда. Так, и чё у вас тут есть, интересно? Моя молния. Как ты не заметила строкового расстояния близ него? Это чё? Привести в чувство полезная вещь? Ну, это пока не особо нужно. Чё это? Мысли-червь. Восприятие интеллекта недомогания. На 200. Хороший я всегда, как баф-дебаф. Блин, в идеале бы отдохнуть. Ну ладно, мы отдохнём позже. Нет, сначала его. Давай, бей его. Присмерти, давай ещё один удар. Хорошо. Хоть засекла. А, жахуй. Расправиться не может. В целом, жизни у нас пока достаточно. Можно особо не напрягаться. Ах ты ж, собака. Но, блин, когда ж всё успеть? Когда, когда, когда? Молодец, кучерфь. Я точно помню, что перед входом в центральную зону... Пустите нас, нам нужно ещё... Матерь моя! Нет, стопэ. Щеботок вперёд. Ты. Молниями сразу же фигач. Ты сразу кастуй. Вот это вот. Кастуй, я сказал. Потом вот это. Ты, давай сразу себе ярость. Ты. Вот это. Успей, 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 успей. Так, чувство, мы тебя приведём. Защиту давай. О-о-о-о, леденящий якорь. С тобой давай. Держись. Не успел. Давай перевести в чувство это. Да. В смысле, не действует. На кого-то дай-то. Привед, чувствуется запасом внослия, превращая. Только оживляет и лечит. И того, что суть, который получил воздействие запирания ворот смерти. Не знаю. Не сработал, да? Ты чё, не оживил его, что ли? Давай, подымай. Малое затупление. Тебе тогда это подъём? А, вот он. На тебя и это не действует? Чё, он никак не оклемается? Ну, походу, не только жизнь, он вообще... Жмурик. Да, с одной жизнью остался, наверное, поэтому не даётся. Пустите нас, кто вас там куда не пускает. Сюда проникнуть нельзя. Ну, хорошо. Отдыхаем. Чё там здесь готово? Лабиринт закончен, строительство, ништяк. Сторожка. Строим. Потому что нам потом тоже, там, квесты тоже дадут. Ну, имеются квесты на этих охоте за головами. Вперёд. Есть тут кто? Нету тут кто. Сейчас, где-то здесь мы найдём того, кто-то откроет там путь сюда в центр. И там будет замес. Который нам надо выиграть. И всё. Светящиеся пещеры. Жалко, что просто так полтора часа никуда. Я мог столько игр сыграть. Прекрасно. Сколько у вас здесь ловушек-то? Так, где этот трикошет-то? Вот он, да? Бей сюда. Где рикошет? Давай рикошетом. Фига себе, выбили его. Добей его. А, мне ещё и ту забили. Ужас какой. Чё-то дерзкое было. Мозги, мозги. Как они могли такую армию меня забить? Не, понимаю, я сейчас особо не микро, ничем вообще таким особо не занимаюсь. Я барберно, что происходит. Но, блин, это не значит, что надо меня забивать. Тут дофига и больше ловушек было. Ага. Да, барбер, пойдём отсюда. Не может она их разве... Обезвредить. Да вылезьте вы из этого режима. Паутина, затуманивание. Всё, фигня. Ещё отдохну, успею. Мне нужно снять три хорошие серии. Оп-тыж. Ужас. Угу. Визарк, знаток. Вот нужно тягачить. И книжкой желательно. Так-с. Кстати, а чё это за... Нет. Ну, встань, не то. Опять мы её потеряли. Да господи. Я что-то сделаю больно. Хотите вы этого или нет? Вандит вот здесь доминирует. Люцию, что ли, на них использовали? Давай, вставай. Лентяй. Сфига, Люция стоит в ближний бой? Всех надо проверять. Хорошо, что такое два оружия у неё. Так, а куда мне дальше? Налево или направо? Где-то здесь должен быть чувак, который нам скажет, куда идти. Что это? Печенька. Бывает. Вон какой-то тернант сидит. Я же вас забью тут. Так, давай-давай-давай. Нужно всё успеть. Да, барбер вообще. Мы ещё отдохнём. Ммм, интересно. Лёгкий. А это уже надо будет проверить. Сравнить. Восемь. Десять. Дробящий. Колющий. Огненный. И разъедающий. Шесть. То есть параметры те же. Восемь между нас те же. Выживание. Вычь трону. Шанс использовать заклинание. Удар по глазам. И восприятие. А тут выживание. А, это вот это всё. Мне даёт выживание, это даёт восприятие. Конечно, это лучше. Улучшает. Лучшие мошенники. Мастера устроит хорошее представление. А, мастера устроит хорошее представление. Кто-то очарованный благодаря хорошему подведенному язык, кто-то ловкостью рук. Элрин зарабатывал себе на жизнь чувства моды и стиля. Он унаследовал дело своего отца, Портнова. Он вскоре понял, что из хорошего Портнова в реке получаются хорошие счетоводы. И оказался на улице. Ну, понятно, слишком много фигни. Так, следующий кто мне легкий носит, ты, да? Скоростная область действия способностей, это нужно. Интеллект, знания. Аж не знаю. А тебя че? Давай тебе дадим, у тебя тут ничего полезного нет, на. Хочешь всякой ширпотрепи. Вот так вот. Все, да. Обязательно. Пошли, пошли отсюда. Тирантас. Визерк пристально смотрит на вас. Выражение на его паукообразном лице. Понять невозможно. Его речь, которая возникает среди ваших мыслей, подается ровно низкой. Подается ровным низким тембром. Зачем ты пришел сюда, гном? Хочешь уничтожить наш народ? Несколько шахтеров из Сталлорта попало под воздействие в вашей колонии. Судя по наколоненным на бок голове, Визерк погружается в раздумье. Вы слышите серию негромких пустых щелчков. Возможно, у нас с тобой общий враг, гном. Ты хочешь помочь этим шахтерам? А я хочу спасти свою колонию. Мы слышали о твоей встрече с Чареком глубоко в подземельях под Кайдну. Мне сказали, у жителей Стравик Нарис будет секрет Адры, которую они укрепят в свои стены. Что я могу сделать, чтобы помочь? Великодушно с твоей стороны предложить свою помощь. Наверняка ты видел некоторых из моих несчастных сородичей, зараженных. Да, я всех убил. Что ты хочешь знать? Знаешь, что происходит с шахтерами? Длительное время мы просто избегали туннелей шахт. Но инфекция усилила власть моих сородичей над более слабыми разумами. Зараженные переносят свои мысли, свои сознания. Они оказываются в странных мягких телах. А их не заботит урон, который они могут нанести. Это безумие. Уйди. Ты чё? Чё случилось с другими визраками? Мои сородичи поразила инфекция. Всё началось с того, что наши разведчики наткнулись на странное растение, светящийся гриб. Он жил в гнезде пауков, и они обеспечивали существование друг друга. Чудо природы. То, чему нам стоит поучиться. Они принесли его на нашу территорию, не подозревая об опасности. Всего за несколько дней многие из нас вдохнули споры гриба. Где этот гриб находится сейчас? Я заберу его в доме общины в центре нашей территории. Не мог позволить, чтобы его принесли в колонии. Мультос Кью Мир. Дверь в зал заперта особым знаком. Если поднести к нему специальный кристалл, который входит в символ в резонанс, то возникнет звук, открывающий дверь. Ну, так, а ты мне его дашь? Это я не хочу знать. Где-то спрятал. Я спрятал его в гнезде на юге. Столбы из паутины. Он в том, что дальше всего от дверей. Пожалуйста, поспеши. Ладно, тут много чего можно узнать. На юге. Где-то тут. Капец, с ним все сломано, все, что можно. Ребра, все. Что за команда? Вот он. Все. Теперь нам сюда. Так, мне надо снять это, потом это и потом то. Ага. Не понял, кто там еще? А, да без разницы. Собрали все ловушки, молодцы. Отдыхаем. Так, вот мы подходим. Мы тут всех перебили, кого только можно. Как в других частях. Все, дверь открыта. Теперь мы пойдем внутрь и убьем этот светящийся гриб, что в него. Все просто. Потом я возьму части, начну их записывать и посмотрю, что из этого выйдет. Ага. А только один раз я Call of Duty пропустил, да? Ну ладно, что поделать. Не дверь записывать. Боже, это будет странно. Пропустил, так пропустил. Мамма миа. Он осмотрит на нас. В этом гигантском грибе пульсирует и шельца жизнь. Каждым плавным покачаем с него. Слетает облачка крошечных свечащихся голубых спор. Воздух наполнен ими в зале стоит глубокий гул, похожий на приглушенный шум голосов. Эй! Вы не слышите ничего, кроме скрипа движения грибов. Вдохнуть. По-моему, так можно говорить. Вы входите в облако споры в угловом дыхании. Вы чувствуете сладкий запах в саду. Но после вдоха нос и рот немеет. Мир вокруг начинает покачиваться и переливаться разными цветами. Звуки стихают. Я не уверен, что это дно. Но вот он взял и сделал это. Добро пожаловать! Голос гриба с паровика заполняет комнату. Такой же величественный. И подавляющий, как и его пульсирующие очертания. Почему ты это делаешь? Почему? Это дар. Все эти подобные станут носителями нового поколения моего рода. Скоро ты к ним присоединишься. Подохни еще и скоро поймешься. Ствол взглядит на вас летает еще одно облако. Спорт продолжит. Слова гриба подталкивают вас вперед. Его споры кружатся вокруг словно яркие мотыльки. Что ты за мной делаешь? Эти вопросы не важны. Дыши! Решительность. Сопротивляться. Вы яро сопротивлялись, наполняя свою голову беззвучным крики. На мгновение сидящийся гриб с парой выжидающий замолкает, словно оценивает, будете ли вы ему угрозы. Когда он снова говорит, в его голос слышится удовлетворение. Очень хорошо. А теперь избавься от этих призраков. А, паразитов? Ага, не сработал. Что-то здесь происходит странное. Так, давайте атаку сделаем. Ты вызывай сюда. Ты атакуй сюда. Фигак. Почему я могу это сделать? Ну ладно, бей сюда. Не могу почему-то. Ладно. А, нет, это на себя, да? Вот это вещь еще происходит. Дичь. Дичайшая дичь. Что происходит вообще? Ужас. Зря отдыхал. Не справился я. Ага. Давай, давай, держись. Накастовал все сюда. Вызываем. Стой, 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 нет. Давай лучше подымем. Так, что я могу сделать? Что, не поднялся? Да ладно. Что происходит, однако? Давай, бей его. Пошел на ближний бой. Что-то плохо все, да? Давайте, много маленьких надо. Так, что я могу сделать? Давай вот так вот. Ты все фигачит, ими молниями. Так, давай, мне нужно вот это. Так, что я могу еще сделать? Еще молнии. Так, давай еще жахнем. Еще молнии. Вперед! Здесь закончились. Здесь. Нечего. Фигачите. Фух. Да, зря отдохнул, не рассчитал. Вернуться к бригадиру из ми. Она от меня плющит. Опа. Это мы посмотрим сейчас. Вот это у меня глаза сейчас режет. Так, это решающий удар. А это что у нас? Серебряная вспышка. Прям хорошо вижу уже. Уникальный мушкетон. Двуручная, двуручная. Пистолет мушкетон. Урон. Колющий. Точность минус 10. Отклонение, игнорирование урона. Множить эгретического. Хм. Точность 12. Ага. Шанс использовать заклинание. Божественная метка. Дает ослепление при попадании. Мушкетон серебряной вспышкой изобрел старатель из Дирвуда по имени Энгар Реск. Он наткнулся на богатую серебряную жилу в абсолютно пустой пещере. Только он начал разрабатывать жилу, как на звуке явился хозяин пещеры. Сам большой медведь какого Энгар когда-либо видел. Энгар считает, что был готов к такому случаю, как только зверь бросится в его сторону, Энгар пальнул из своего мушкетона. К сожалению, мушкетон очень неточное оружие. Редко попадает туда, куда хотел бы хозяин. Медведь жутко покалечит Энгара. Выжить ему удалось лишь притворившись мертвым. Дав самому себе клятву, что такое больше никогда не повторится, Энгар смастерил новый мушкетон. Использовал немного добытого серебра. Мушкетон никогда не стреляет мимо, и из него можно было остановить любого медведя. Ствол мушкетона покрыт зеркальным серебром. Благодаря этому при каждом выстреле мушкетон ослепляет вспышкой такой яркой, что любое животное остается как копанное. Ну давайте попробуем, что бы нет там. А? Все, валим отсюда. Исследовать туннель, идти известным путем. Ну-ка, если мы пойдем все время направо. Направо. Может тоже рано или поздно выйдет? Направо. 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 Мы же должны сделать круг. Вернуть назад. Направо. 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 А, вернулись здесь. Ну пошли. Известным путем обратно в шахты Сталварта. Закончим квест, и на этом наши галюники, надеюсь, кончатся. Хотя, наверное, не стоило бы надеяться. Довольно сильно нас потрепали на этом задании. Моя голова до сих пор звенит, но, по крайней мере, она осталась на моих плечах. Вот, возьми, я приберег это для тебя. Думаю, это самое меньшее, чем я могу отплатить. Веревка. Пояс. Ясно. Спассивная способность защищать от атак. Ух ты ж. За десять. Нет. Давайте вот это тебе вот так дадим. Все, беги сюда. Да, не слабо меня тут покалечило глаз, ребра, у него рука. Ну и барбер. Пока еще у всех жизни есть, заклинания есть, я думаю, мы справимся. Грипп мы напинали, конечно. Конечно, можно было выйти и поговорить с той фигней, которую мы спасли. У меня аж нет задачи от этого. Шепот темноти, вернуться к барагадиру, пламя железо, поблагодарить молотого зерна, ага. Пушки в бою найти, ага. Приснется одеяло, ага. Битва отправиться в Абидон, нет, узнать. Дитя. Насада. Найти адровую арку. Нет, хозяин убить хозяина в глубинах, испытание стойка. Пока неизвестно. Мрачна клятва. Неправиться в дом. Нифига себе. Найти миллу. Аград заголовную. Капец, что-то у меня дофига задач всяких. Буду завтра выполнять их. Ну, в смысле, не завтра, а в следующий раз. Где ты, бригадир изми? Похоже, что шахтеры обнаружились. Такое впечатление, что они получили подзатыльник. Что ты там сделал? Образумились, ага. Я нашел колонию визерков под шахтами. Их заразил грипп-паразит. Он и стоял за всеми этими нападениями и исчезновениями. Ого, я бы такого и представить не смогла. Просто рада, что ты положил этому конец. И теперь мне нужно только решить, что делать с Гаммелем. Гаммелем не мог управлять своими действиями. Не нужно его винить. Думаю, ты прав. Посмотрим немного за его поведение, а потом наверняка отпустим. Возьми это в знак признательности за тяжелую работу. К сожалению, все, что я могу тебе предложить. Фух, это было сложно. И что-то тут дофига всего. Блин, текста куча. На отдаленном острове в архипелаге Мертвого огня неизвестный аптекарь Тама Ватуа создал зелья и мази, которые ценятся от наситок до южных границ восточных земель. Он с удовольствием рассказывает, что секрет его успеха в уникальном местоположении его острова, который обеспечивает доступ не только к самым разнообразным местным животным и растениям, но и к проплывающим мимо торговцам со всех уголков мира. Недавно на дом и лабораторию Тама напали пираты, вынудив его переплыть с острова на остров почти каждый день. Клиенты и многочисленные дети Тама умоляли пиратов прекратить погоню. Пираты не поддавались на оговоры, правитель обет с материка тоже не спешил помочь, поэтому заступнике Тама пришлось обратиться к наемникам восточных земель. Присоединившись к пяти другим наемникам из восточных земель, Дьявол из Карока взошел пассажиром на борт Дракара Аумауа. Корабль быстрый и с вооруженных дозуповым экипажем часто вступал в стычки с пиратами за время погони за похитителями Тама. В конечном счете, Дьявол из Карока и команда корабля заметили Валийскую королеву на борту, который держали Тама и смогли захватить ее до того, как она вышла в открытые воды с помощью веревок с крюком. И невиданной ловкости наемников и моряками Аумау взяли каравел на бортаж. На палубе развязалась настолько беспощадная перестрелка, что из-за дыма сложно было отличить друга от врага. В запутанном бою Дьявол из Карока лицом к лицу встретился с капитаном-пиратом. В последующей неразбереги Дракар столкнулся с каравелой и накренил ее. Капитан соскользил по палубе и был сбит в воду, плохо закрепленной пушкой. Оставшиеся пираты, увидев, как их голова скрывается под бурными волнами, быстро сдались или нырнули в воду в попытке сбежать и добраться до ближайшего острова. Когда Тама вернулась домой, ее семья и друзья устроили огромное пыршество. Почести удостоился и Дьявол из Карока, и все остальные, кто помогал спасению. Опыт, ценный предмет, обычный предмет. Невосприимчивость, недомогание, раздражение. Да, мне бы тоже такое недомогание. Но, наверное, на этом вот мы и закончим. Все, заново будет в следующей серии. Так что, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.